Привет, мариманы! Наконец получил конституцию. Посмотрим на кораблик. Уже многие спрашивают, покупать, не покупать. Это, видимо, те, кто поленился батл пасс проходить. Ну, свое мнение расскажу. По вооружению тут все очень просто. Корабль артиллерийский, якобы замена зумвальту. В принципе, тут всего две кнопки будет у вас по управлению вооружением. Это ракетный слот. Я себе поставил X-51. Ну, а что еще ставить, когда всего две ракетных шахты? И четыре рельсотрона. Они выдают суммарно 640 единиц урона как ДПМ. Если бы стояли стандартно два монарха, вы бы получили 470. Вот разница имеется. Четыре автопушки имеются. У меня ставят Тифуны. В принципе, тут кто что больше любит, тот то и ставит. Ну, я понадеялся, что они хоть какой-то шанс имеют сбить ракеты. Рим-162 шахтное ПВО. Про него сказать толком ничего не могу. Не тестировал. И Рим-200 выпускает сразу по три ракеты, если верит. Сайт у МВС ТАЦИНФО. Ну, какую-то часть ракет сбивают. Ну, мне кажется, гарпуны все-таки поэффективнее. Но, к сожалению, мы не можем отдельно поставить это ПВО и затестить только его, сравнить с гарпунами. В общем, по ПВО не сказать, что сильно бедно, но и не то, чтобы богато. Характеристики у него также средние. Он вообще весь какой-то средний. То есть, ничего там особо выдающегося нет. Но играется он, в принципе, нормально. Опять же, по урону я где-то все время в середину таблицы попадаю. То есть, верхнюю строчку занять редко получается. Ну, понятно, что это не Массачусетс и не Проект 2145. И уж тем более, не какой-нибудь Томаэгис. Ну, в принципе, играется как корабль из Батл Пасс. Вообще, корабли из Батл Пасса, они редко бывают прям сильно дамажные. Когда они выходят, они неплохие. Но потом там следующие уже интереснее и интереснее. В этом отношении 0.76, наверное, самый интересный был корабль. Потому что на нем, когда играешь, как раз стабильно в верхнюю строчку по урону занимаешь. Там эти гранатометы, куча авиации. Но сегодня не о нем. В общем, поиграл на кораблике. Пару боев записал. Сейчас вам покажу. Карта Бухты Викингов. Новая. Только начал играть на ней. Еще даже толком не понял, что где находится. Но уже мне нравится. Очень красивая она. И выглядит большой. Смотрим, кто у нас союзники. Ну, поскольку карту я так и не знаю толком. Решил, вот, поплыву с кем-нибудь. Выдает корабль 19 узлов. Немного. На этой же карте Зумвальд делает 24. Маневренность у корабля, в принципе, приемлемая. Но он весь такой, ни то, ни сё. С другой стороны, может быть, этого всего и не нужно. Главное, что не корыто. И на том спасибо. Приятно, что корабль имеет низкий профиль. В него сложнее попасть с артиллерией становится. Вот меня уже союзник начал притирать зачем-то. Видимо, хотел на себя внимание обратить. Работает по кому-то ПВО. Противника пока не видно. Но хорошо, что авианосец, по крайней мере, их засветил. Знаем, где они появятся. Вот один отбился. Тут решил остановиться, подождать его. Быстро идет. Ну, вот, Свордшип. Как раз вот Свордшип был достаточно интересным кораблем. И, в первую очередь, из-за своей совершенно бешеной скорости. Вот видите, бидно продал я Erlikon Hell. Так как он будет в премиум части Battle Pass. Решил, что он мне, как вложение, больше не нужен. И так он в цене потерял аж 1000 арткоинов. Ну, сейчас много что потеряет с этими новыми акциями. Я думаю, цены упадут на некоторые дорогие изделия. Попалась Ашигара. Встретили ее как надо. Попадаете иксами. Туда же рельсой стреляете. Если все зашло, сразу 100 тысяч урона вы нанесете врагу. Видите, как быстро разделались Ашигары. Ну, понятно, что я тут не один был. Вот летит к нам Свордшип на всех парах. Ну, тут его, опять же, грех не встретить. Оп. Попался. На рельсотроне подбешивает вот это адское сведение. Хотя стреляет довольно точно, даже если прицел полностью не сошелся. Это еще один плюс в сторону иксов на этом корабле. Так как через их прицел целится гораздо проще, чем с оригинального прицела рельсотрона. Ну, я уже говорил о том, что прицелы на рельсе, это просто какой-то кошмар в этой игре. Зато радует небольшая задержка перед выстрелом. Вот эта вот зарядка электричеством происходит быстрее, чем на Массачусетсе, быстрее, чем на Зумвольте. Ну, видите, последний корабль остался очень быстрый бой. Вот решил его с вертолета замучить под конец. Вот тут уже союзники-то бьют. Вообще, в качестве корабля дальнего боя Конституция весьма неплоха. Вот быстро бой закончился. Сразу ко второму. Карта Шторм. Ну, как раз на Шторме неплохо играть на Конституции. Вот решил попробовать взять на респауне. И стрелял вроде как точно, но ПВО, скорее всего, сработало. Потому что, видите, в ту же точку закинул стрельцы и все попало. Но второй раз уже, конечно, не попадешь. Там уйдут с точки респауна противники. Ямато Аегис перед нами. Надо подходить быстрее к вышке. Ну, он что-то как-то вяло так стреляет. От Аегиса большего ждешь. Ну, эти хорошо стреляют, эти рельсотроны. Хорошо. На открытой воде с дальних дистанций себя Конституция, конечно, прекрасно показывает. Ну, и тем, кому много кнопок жать не хочется, тоже корабль подойдет. Единственное, что против подводных лодок вы полностью беззащитны. И тут уж выбирать. Либо ставить ракеты противолодочные, но терять в уроне по кораблям. Либо бегать от подводных лодок. Я вот предпочитаю бегать. Чтобы посмотреть, кто там что запускает. Вот кто-то есть. Надо этого кого-то искать. Видите, стрельцы попало два заряда. Точно там кто-то стоит. Ну, наша команда хорошо воюет. Мало здоровья осталось у противников. Еще один корабль забрали. На Конституции хорошо издалека стрелять. Вы будете попадать. По вам будет попасть сложнее. Если только не ракеты. Кто-то высунулся. Ну, видите, скосил я немножечко. Не сделал поправку на движение своего корабля. И он мой прицел влево увез. Но ничего страшного. Тут КМС-83 добить вообще не проблема. В паре с иксами, а рельсотронами, конечно, работать очень приятно. Еще бы одну ракету. И туда тоже иксы поставить. Вообще была бы красота. Но это же про каждый корабль можно сказать. Что вот чуть-чуть. Вот торпеду лишнюю. Или там ракетку. И прям было бы хорошо. Но беспокоятся разработчики о балансе. Хотите что-нибудь дисбалансное? Берите Аегис. Или Блюшарк в этом новом камуфляже. На некоторых картах ее вообще не видно. Наконец долетел. Засветил авианосец. Ну и тут прям это лакомый кусочек для всей команды. Кто первый успеет называется. И пока команда героически его топит. Вам самое время подписаться на канал. Каждый новый подписчик приближает меня к цели. Подача заявки на партнерскую программу WargStorm. Очень хочется обозревать корабли типа Конституции. Не по прохождении Battle Pass. А после появления ежемесячной обновы. Так что если вам нравятся видосы на моем канале. Но вы смотрите его без подписки. Не поленитесь нажать на кнопочку. Вот видим в статистике что у нас в команде уровни то повыше. Но в противоположной команде был отряд. Ну и что в итоге я могу сказать про Конституцию. Поиграв на ней пару вечеров. Как и все корабли из Battle Pass. Он вполне себе играбелен. И подойдет новичку. Но лично моим любимчиком. Он не станет. Но поиграть на нем ради освоения контента безусловно стоит. Нет смысла продавать корабль как только он выходит на рынок и есть у всех. Если вы выбираете какой первый корабль себе купить за арткоины из тех что были в батл пассах. Я бы посоветовал начать все таки с ХМС Тайп 83. Как с более универсального. Но если вы не боитесь подводных лодок. И больше любите артиллерию чем ракеты. Конституция ваш выбор. Если среди подписчиков есть те кому не лень писать комментарии. Напишите вы хотите продать этот корабль или оставить себе. Ну а на этом все. Хороших вам боев и всем пока.